Добрый день! С вами компания Кровмонтаж и я, Мороз Алексей. Мы приветствуем вас на нашем проекте «Строим каркасный дом». Сегодня шестой день нашей стройки. Ну что, будем отчитываться, что было сделано за этот период. Как вы видите за моей спиной, крыша уже полностью приобрела свою форму четырехскатной кровли. В прошлый раз мы показывали, как только монтировались стропила, междуряди стропил, саму стропильную конструкцию. Теперь мы наконец-то убрали крышу под гидроизоляцию, сделали устройство гидроизоляции, мембраны, тавик, контробрешетки, брусок 50 на 50 и шаговую обрешетку для фальцевой кровли. Но она немножко имеет свою особенность, так как метр по краю, по карнизам кровли должно быть сплошная обрешетка, так как будет лежачая желоба на кровлю. Остальная обрешетка бьется с диапазоном через десять сантиметров. Внесены какие-то коррективы с заказчиками. Вот, например, над гаражом планировалась двухскатная кровля. Решено сделать односкатную, но изменить направление ската в другую сторону, о чем я вам сейчас покажу. Помните, в самом начале я вам говорил и рисовал схему, что вот над гаражом и навес над гаражом будет двускатная кровля. Но решено совместно с заказчиком, вот мы это будем демонтировать, старое участок кровли, и сделать от дома односкатный уклон, значит односкатный уклон, ну по всей длине гаража. Получается у нас здесь мы от стены каркасного дома будем бросать стропила на стены гаража, и получится односкатная кровля. Что в принципе добавит, тоже такой законченный элемент, будет фронтонные треугольнички, небольшие. Ну да, пологая кровля будет, угол примерно градусов 12-15, но в принципе для фальцевой кровли это не проблема. Ну еще покажу, пойдемте покажу, что стало с дымоходом, у которого в принципе уже нет. Вот я завел вас за заднюю часть дома, помните, я когда-то показывал, здесь был огромный, большой, некрасивый дымоход, дымоходная труба, я не знаю, метра четыре. Вот мы зашли с другой стороны дома, заднее, так сказать, расположенное поле, мы кстати еще вам не показывали дом с этой стороны, вот из подвала отапливался цокольный этаж, неизвестно зачем, там предыдущими хозяевами, в общем, она портила вид. Ну, трубы, это мы демонтировали и, так сказать, ее выбросили, уже заказывали контейнер и ее выбросили. Эту дырочку надо будет еще заложить. Влучали сомнения, что производили ли вы расчет по фундаменту, выдержит ли нагрузка, выдержит ли старый фундамент нагрузку второго этажа, который вы насаживаете на дом, вообще-то, может, фундамент не рассчитан для этого, так я обещал вам показать, собственно, фундамент. Он хорошо виден, пойдемте, пойдемте за мной. Вот мы оказались в цокольном этаже данного дома, как я вам говорил, если кто сомневался, что здесь слабый фундамент, посмотрите, здесь целый этаж, из железобетонных блоков 40 см шириной, потом сделаны тоже железобетонными плитами перекрытия. Здесь немножко нет освещения, так как дом обесточен сейчас. И, пожалуйста, здесь полноценный пол, полноценный цокольный этаж, здесь фундамент, можно на него ставить капитан на кирпичный дом. Конечно. А что там мы каркас сверху, каркасный дом, он легкий. Кстати, вот эта труба, то есть не труба, а вот печка, которая отапливалась, снаружи мы разбили дымоход, я не знаю, что. Видимо, он использовал как котельную человек. И видишь, отсюда шло, это был как котел, твердотопленный, там углем он топил или что, и отапливался, так сказать, весь дом. Но тоже, не знаю, проблема сюда уголь, дрова засунуть в подвал, его нанести сюда, ну вот такие моменты. Так что фундамент, фундамент здесь, ребята, крепкий. Эх, сейчас на самом деле любимая пора года моя. Весна, когда еще все только расцветает, еще строительный сезон впереди. Красота. Птички щебечут. Василий смотрит интерьеры домов. Значит, да, журнал, не буду его называть название, связанное со строительством. Да, новинки и интерьеры строительства. Не будем рекламировать. Смотри, в издании. Что там? В таком, ну, централизованном. Делают крышу, смотри, какой этих. Фото. Да, 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 да. Смотри, если камера заснимет крупно. Смотри, как он утыкан. Отвратительно, он старый. Похоже, что ли. Не, ну там, я же говорю, европейцы, по ходу пиломатериал, машина. Надо ворота открыть. Пока Вася не слышит, он допустил промашку. Вчера пригнал сюда контейнер 20-кубовый, здоровенный. Загнал ворота. И вот оставил следы. Накидали туда кирпичи, ну, полный под завязку. Ну, 20-кубовый контейнер. Вот оставил такие следы в асфальте. Я, конечно, Васю натянул за это дело. Теперь перед заказчиками приходится краснеть. Вот такая вот ложка дегтя. Вот пиломатериал прискакал. Так, ладно, будем звать ребят разгружать. Вот мы поднялись на второй этаж каркасного дома. Я хочу вам показать, как мы будем усилять каркасный дом. Дом по сути, мы будем добавлять и усилять стены каркасного дома. Вот в шахматном порядке мы будем оставлять распорки. Вот здесь по всему периметру каркасных стен. И здесь по всему периметру каркасных стен. Потому что некоторые высказывали свое беспокойство, наши подписчики, как вы неужели так все оставить уже дом готов алексей ты говорил что уже дом готов да нет я могу оговориться что по сути ну как вид дом готов но не совсем дом будет готов когда заказчик возьмет ключи откроет дверь зайдет и чистовая отделка если так вот смотрите и усиленные угол мы проходим значит на оцинкованные саморезы и вверху и верху будем тоже и внизу и вверху это вот насчет усилений ваз покажи пожалуйста гидроизоляцию то ли вот она проложена кровлю уже в принципе мы уже ушли от дождей торопились накрыть кровлю да сейчас вообще ужас дождливая погода конец апреля были одни дожди в московском регионе потом по поводу вот кровли над гаражом может отсюда будет понятно кровля и вот то есть вот гордость и газа и вот еще во всех насчетах вот здесь вот здесь вот широкое окно останавливаться вот из-под окна будет идти на на ту стену гаража вот да еще в этот этап не входили не ходил монтаж пола второго этажа но пришли к совместному выводу что полы так как мы должны делать перегородки помещений здесь все очень взаимосвязано полы с перегородками и значит мы уже берем дополнительные работы по монтажу пола второго этажа потому что посмотрите он неоднородный находится в плаченном состоянии его надо приводить к общему знаменателю уровень мы бросили гидроуровень вот здесь находится высшая точка и перепад помещения 100 квадратов составляет около 15 сантиметров это очень много очень 15 сантиметров то есть от высшей точки есть ниже 15 лет то есть потолок привести к одному знаменателю вот мы будем заниматься ну это не на самом деле и в целом в этом случае мы продолжаем делать прышу утеплять стены перегородки ну что друзья вот такие у нас происходит события на нашем объекте строим каркасный дом не забывайте подписываться ставить лайки обязательно пишите в комментариях то что вы думаете значит ну что тоже в принципе делитесь своим опытом если у кого опыт есть любая критика приветствуется лишь бы аргументировано все было и да и хочу сказать что на моем канале соблюдать пожалуйста какие-то маломальские правила культурного общения потому что совсем неадекватные люди будут отправляться безжалостно в баню и навсегда и безвозвратно и так с вами был мороз алексей оператор василий компании крупмонтаж до до новых встреч до свидания